Во все времена голуби считались птицами мира. В древние годы их использовали как почтальонок. В советское время мальчишки гоняли голубей по крышам, пытаясь приручить. В современном мире голубь – это птица благородная, поэтому их разведение – целая культура. Красный, желтый, черный, барнаульский монах, сибирский статный. В питомнике детского экоцентра больше 10 пород голубей. Когда-то в мире не было столько разновидностей этой птицы, но сегодня в Европе регулярно проводятся голубиные выставки. В России разведение голубей пока на начальном этапе развития. На выставках встречаю очень много из России, которые покупают голубей, привозят их, смотрят, как организованы выставки, как сам дух, что там происходит. И постепенно эта культура переходит и к нам. Питомник детского краевого экоцентра в этом году отметил первый юбилей. В честь пятилетия в гости прибыли и местные заводчики голубей. Причем с солидным стажем. К примеру, председатель краевого законодательного собрания Александр Романенко увлекается разведением голубей с самого детства. Ну, я немного держу. У меня скромная по размерам голубеводов и голубятня. Пределов 50 штук. Я считаю, мне это достаточно для того, чтобы духовно отдохнуть, да, я скажу, и физически отдохнуть, и в то же время позаниматься, насколько это позволяет, и селекцией. Как рассказали заводчики, голуби спокойные и умные. Птицы хозяина никогда не клюнут. Ухаживать за ними несложно, впрочем, как и разводить. Кстати, среди желающих сохранять и приумножать популяцию породистых голубей есть и школьники, но пока их немного. В экологическом центре детей учат ценить и любить эту птицу. Между тем голубеводы надеются, что скоро выставки птиц мира в России будут обычным делом. К тому же, наряду с попугаями, породистые голуби станут распространенными домашними питомцами. Ведь стоят они порой даже дешевле других пернатых. От 500 до 1000 рублей за особь. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.